Девятая Ава – день траура и поста в память о разрушении первого и второго Иерусалимских храмов. Этот день – строгий пост. Запрещено есть и пить, носить кожаную обувь, веселиться и купаться. В синагогах читают специальные траурные молитвы. Пост девятого Ава схож с постом на Йом-Кипур – судный день. Но в этот день можно работать. В Торе сказано, что Маше, выведший евреев из Египта, послал разведчиков в святую землю. Вернувшись, те вселили в народ страх перед могучими племенами, проживавшими там. И евреи плакали всю ночь, прося Всевышнего вернуть их в Египет. Традиционно считается, что за напрасные слезы и недоверие к Богу, ночь девятого Ава стала для евреев ночью страданий. Причиной разрушения храма стала беспричинная ненависть внутри еврейского народа, злословие, нежелание понимать друг друга. Соответственно, исправление возможно только на путях доброжелательности, взаимопонимания и единства. Это урок нам на будущее, и он заключается в том, что надо не повторять ошибок прошлого. Ведь когда люди отталкивают Бога, они лишаются Его благословений и храма. Только путем личного духовного исправления можно приблизить избавление, чтобы дни скорби стали днями радости и веселья. Субтитры создавал DimaTorzok